Россияне считают себя нацией миролюбивой и гордятся этим. Если не поднимать полицейские сводки об убийствах на бытовой почве, избиении женщин и не обращать внимания на наклейки 41-45 можем повторить, то в целом так оно, наверное, и есть. Но все меняется, как только на горизонте появляется кто-то инакомыслящий. Люди готовы оправдать любое насилие, лишь бы избавиться от человека, желающего чего-то такого, чего они не понимают. Если человек не одобряет деятельность президента, то Сталина на него. Если он оказался геем, то надо сжечь его сердце. Если у него джинсы разодраны на коленках, то он наркоман, и его срочно надо сдать в полицию. Стигматизация мгновенно и неизбежна. Кроме того, в стране до сих пор популярен ветхозаветный принцип «Око за око». Россияне поддерживают насилие в отношении человека, который сам прибегал к насилию. Это еще можно объяснить эмоциями. Но что самое странное, общество не против насилия в отношении людей, совершивших незначительные преступления. И это в стране, где цифра оправдательных приговоров колеблется на уровне 0,5%. Жутковатое исследование, проведенное фондом «Общественный вердикт» и социологами методической лаборатории, говорят о том, что 73% россиян оправдывают насилие со стороны представителей власти в определенных ситуациях. Респондентам предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, тюремщика или медико-психиатрической больницы. В каждом случае нужно было определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия. Все кейсы для опроса взяты из правозащитной практики общественного вердикта. Это реальные случаи жестокого обращения, по большинству из которых идет или шло официальное разбирательство. 41,4% респондентов разрешили силовикам идти на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений. 63,4% согласились на то, чтобы пытали маньяка, который похитил детей и отказывался говорить, где выжившие. 51,7% не против того, чтобы полицейские избивали вора. 38,1% одобрили пытки фигуранта «Дело о массовом убийстве». 23,3% считают, что нормально избить хулигана, который пытается сообщить о своем задержании родственникам. 26,6% поддержали избиение заключенного, отказавшегося работать в колонии. Оказалось, что на отношение респондентов к пыткам влияет только уровень образования и наличие собственного опыта столкновения с насилием. Остальные переменные значения не имели. Например, их ответы никак не коррелировались с материальным положением или полом. Здравый смысл подсказывает, что в отношении к пыткам люди должны отличаться когортами. Например, новое поколение, которому открылся мир, которое читает книги, которое более толерантно должно осуждать пытки. А дети войны, люди, рожденные в 50-е годы, в патриархальных семьях, должны быть более терпимы к пыткам. Но в России ничего подобного нет. Ни возраст, ни пол, ни год рождения не меняет отношение к насилию. Я заметил, что сочетание 73% россиян довольно часто появляется в социологических опросах. Итак, 73% россиян одобряют пытки. А еще 73% россиян не особо нуждаются в интернете. 73% россиян никогда не сталкивались с насилием. 73% россиян никогда не думали об иммиграции. 73% россиян предпочитают стабильность, свободе. 73% россиян ощущают себя бедными. 73% россиян считают, что в стране все хорошо. Как вы думаете, это одни и те же люди? laborацию. СПОК КОНЕЦ АПЛОЙТЕ precurs crew Радиrock